Здравствуйте! Это новости на ННТ с последними событиями в студии Махач Курбанов и небольшой анонс. Прощай оружие! Силовики провели успешную операцию по выявлению подпольных оружейников, в том числе и в Дагестане. Из глубины веков житель Кизлярского района обнаружил пять корабельных пушек предположительно XVIII века. Ифтар для журналистов. Муфтия Дагестана пригласил на встречу представителей республиканских СМИ. Муфтия Республики Дагестан уделяет очень особое внимание средствам массовой информации. Большие гонки в Дагестане. Этап всероссийского ралли «Шелковый путь» пройдет через территорию нашей республики. Сергей Меликов посетил с рабочей поездкой Дербент. Глава региона первым делом осмотрел площадку под строительство оптово-логистического центра «Южный». Здесь сейчас вот эта действующая теплица. Там уже сейчас последний урожай собирается. Поэтому первая часть будет примерно в течение двух месяцев здесь зальется автостоянка, будет начинать строиться АЗС. До конца года вот этот участок, первый этап, должен быть реализован. После снятия участка уже на этом участке. Здесь автостоянка, здесь АЗС, гостиница, ну полноценный сервис, СТОшка и так далее. Чтобы в первую очередь уже все проезжающие дальнобойщики, чтобы они начали здесь парковаться. Вторым этапом уже будет в следующем году. Это уже здесь мечеть. Это тоже первая часть. Да, это первая часть. Это все стоящее. Далее Меликов ознакомился с работами, которые ведутся на территории военно-патриотического парка «Патриот», где будут размещены образцы советского вооружения, боевой техники и авиации. Здесь же будет представлен легендарный ракетный экраноплан «Лунь». Меликову рассказали о планах создания на территории парка зон для военно-патриотических игр, интерактивных музейных площадок и палаточного городка. Предусмотрен и развлекательный комплекс, прогулочные зоны для семейного отдыха, а также круизный лайнер гостиницы. Дагестан и Беларусь укрепят и расширят деловые связи. В частности, взаимодействие будет идти в сферах промышленности, сельского хозяйства, туризма, IT-технологий и логистики. Об этом заявил вице-премьер Дагестана Резван Газимагомедов на первом заседании двусторонней комиссии по координации сотрудничества между двумя республиками. По словам Газимагомедова, товарооборот между Дагестаном и Беларусью в прошлом году составил более 21 миллиона долларов. Большая часть – это импортная мебель, керамическая плитка и молочная продукция. Дагестан экспортировал пластмассы, электрические машины, механические устройства и ювелирные изделия. Председатель правления Белорусского Республиканского Союза потребительских обществ Олег Мацкевич пригласил делегацию Республики Дагестан посетить Беларусь в период с 7 по 11 июня текущего года для участия в промышленной неделе «Белагра-2022». К другим темам. ФСБ России совместно с МВД и Росгвардией провели операцию по выявлению подпольных оружейников. Оперативные мероприятия прошли в 33 регионах, в том числе в Дагестане. В результате обысков было изъято 560 единиц огнестрельного оружия, свыше 50 килограмм взрывчатых веществ, полсотни ручных гранат, десятки артиллерийских боеприпасов различного калибра и более 38 тысяч патронов. В пригороде Махачкалы в результате ДТП пострадали два человека. Это произошло в 9 утра на автодороге Астрахань-Махачкала. 49-летний житель Бабаюртовского района, управляя автомобилем «Лада Приора», выехал на полосу встречного движения, из-за чего столкнулся с «Ладой Калиной» под управлением 71-летнего жителя Махачкалы. В результате ДТП водители обоих транспортных средств госпитализированы в больницу. Еще трое участников автоаварии, в том числе 4-летний ребенок, были доставлены в больницу и после оказания медицинской помощи отпущены домой. 19-летний житель Дагогней проник на территорию дачного участка и совершил кражу электроинструментов на полмиллиона рублей. В это время хозяин дома 60-летний гражданин находился в Самарской области. Подозреваемый доставлен в отдел, он уже дал признательные показания. Для совершения преступления вор воспользовался ключами, оставленными хозяином участка на хранение. Сотрудниками полиции похищенное изъято и возвращено владельцу. Кража происходила в городе Дельбент, карьерный район, улица Крестьянская. Кража, ну, украл инструменты строительные, потом чуть мебель, ну, мебель и телевизор техники. Нужны были деньги, мне пришлось взять ключи из дома, пойти на дачу, там украсть. Инструменты и чуть мебель. Инструменты я сдал металлоприем, а технику продал по магазинам. Для чего вам нужны были деньги? Я хотел уехать зарабатывать деньги, но чтобы уехать, мне нужны были деньги. Муфтия Дагестана провел традиционный ифтар для руководителей республиканских СМИ. Мероприятие, на которое приглашаются руководители печатных и электронных изданий региона, проходит в каждый месяц Рамадан. Организаторы постарались сделать все для того, чтобы гости чувствовали себя максимально комфортно и уютно. Подробнее в сюжете. Вкусные столы, красивые нашиды и слова благодарности за приглашение, внимание и сотрудничество. Духовность в работе СМИ – явление важное и ключевое. Порой именно от внутреннего мира журналиста и зависит его отношение к освещению тех или иных событий. Средства массовой информации, они также формируют и мышление людей, и могут влиять на их поведение. Поэтому Муфтия Республики Дагестан уделяет очень особое внимание средствам массовой информации и для того, чтобы в нашем обществе совместными нашими усилиями наступали всегда добрые перемены, изменения. Вы, наверное, все видели фильм «Ресавет» о пророке Мухаммаде своего слова. И там есть такой момент, когда ему было неспособно пророчество, и он отправил своих сподвижников с рисунком по всему миру. Вот журналистов я вижу именно в таком образе. Вот в образе этих сподвижников, которые понесли по миру правдивую информацию. По крайней мере, мы все можем быть такими. Я желаю всем удачи, творческих успехов. Спасибо за то, что все вместе сегодня здесь. На Эфтар пригласили руководителей почти всех печатных изданий и электронных СМИ Республики. Были и представители альтернативной прессы. Гости едины в одном. Месяц Рамадан – это месяц добрых дел и муфтияту. Как общественному институту, который постоянно работает в этом направлении, надо оказывать всяческую поддержку и помощь. Сам Владимир Владимирович большое внимание уделяет духовности, духовной составляющей. На недавней встрече нашего главы Сергея Олеговича Меликова глава наш отметил особую роль и миссию муфтияту. Да, это очень важно. Никогда еще не было ни разу, чтобы мы обратились к муфтияту с какой-то просьбой, чтобы нам было где-то отказано. Ни разу этого не было. Точно так же, если возникают какие-то вопросы у муфтияты, чтобы мы где-то не пошли навстречу, это исключено. У нас есть ряд мероприятий, которые мы совместно планируем на будущее. Пока не буду анонсировать, но всецелая поддержка и нас, и у них есть. Это очень радует. С наступлением вечерней молитвы гости приступили к разговению. Организаторы постарались сделать все, чтобы этот день у всех оставил только приятные воспоминания. Хамз Нур Магомедов, Магомед Магомедов, Мурат Бигбарзов, телеканал ННТ, Махачкала. 300 лет под водой. Житель Кизлярского района обнаружил пять корабельных пушек предположительно XVIII века. О своей необычной находке на окраине села Брянск он рассказал полицейским. По его словам, артиллерийское орудие со следами коррозии выявилось после падения уровня воды. Предположительно, найденные обломки могут относиться к XVIII веку и представлять историческую ценность. Сотрудниками МВД Дагестана находки перевезены в отдел и будут переданы специалистам-историкам для исследования. Российская молодежь в системе патриотического и духовно-нравственного воспитания. Современный взгляд. В Махачкале прошел региональный гуманитарно-просветительский форум, приуроченный к году образования в Республике Дагестан. Участие в нем приняли представители органов государственной власти, религиозные и общественные деятели, школьники и студенты столичных СУЗов. Организаторами выступили Дагестанский гуманитарный институт и Министерство по национальной политике и делам религии Республики. По мнению спикеров, наши юноши и девушки должны стать надежной опорой России и внести свой вклад в развитие государства и общества. Должны уметь выражать приверженность традиционным духовным и моральным ценностям, сохраняя при этом чувство верности и долга Родине. Ситуация, которая складывается в стране и в республике, события, которые происходят, это нас подвигло, чтобы надо такого рода мероприятия провести, масштабно провести, чтобы собрать можно было учащихся, студентов в колледже и студенческой молодежи. В такое трудное время необходимо быть патриотом своей Родины, поддерживать политику государства, правильно оценивать, объяснять то, что происходит, чтобы с позиции государства, чтобы понимание было этой молодежи. Муфтеат Республики Дагестан несет немалую роль, важную, можно сказать, роль в построении системы духовно-нравственного воспитания нашей молодежи, направленная на оздоровление общества, именно духовное оздоровление общества, укрепление нравственности, вступающую в жизнь поколения молодежи. Муфтеат Республики Дагестан, именно отдел исламского образования, тесно сотрудничает с такими вузами, как Дагестанский гуманитарный институт, с колледжами имени Сайфулу Адыбашларовым медицинским, также гуманитарно-педагогическим колледжем, где совместно с ректоратом, с отделом образования вносит определенную, скажем, программу именно теологического направления, в котором идут духовные воспитания нашей молодежи. И говоря сегодня о актуальной проблеме нашей сегодняшней молодежи, необходимо отметить о важности доведения до обучающихся моральных, этических и нравственных ценностей. Ботаника, почвоведение, орнитология, гидробиология и энтомология. В Малой Академии наук прошел слет юных экологов. По выделяющему все СО2. Так, молодец. У нас, если мы разольем, то заметим пузырьки. Конкурсные задания по пяти номинациям включали тестирование, собеседование и решение экологических задач. 85 школьников из разных районов и городов республики обсудили проблемы устойчивого развития территорий и провели исследования, используя экспериментальное оборудование. Мы определяли растения, в каких семействах они состоят, класс. Были задания с вопросами экологическими, например, какие-то проблемы и как можно их решить. Было сложно в некоторых заданиях, а так все было нормально. Мне понравилось принять участие в этом слете. По итогам конкурса призеров наградят дипломами Министерства образования и науки республики, а победители представят республику на всероссийском этапе. Дагестанские боксеры выиграли семь медалей юношеского первенства России. Соленал они среди спортсменов не старше 16 лет в течение недели проходили в подмосковном Чехове. Так награды высшей пробы удалось завоевать Джанарслану Тимирбиеву, Ахмедбеку Меджидову и Байрамхану Ашурову. Помимо этого в копилке подопечных тренера Ахмеда Жанаева еще две серебряные и две бронзовые медали. Всего право войти в состав юношеской сборной России оспаривали около 300 боксеров из 40 регионов страны. Сергей Меликов посетил тренировку футбольного клуба «Дербент». Команда базируется на местном стадионе Нарынкала. Три года назад здесь был произведен капремонт с заменой искусственного покрытия. Тренер и игроки рассказали о подготовке к началу нового сезона в третьем дивизионе первенства СКФО и ЮФО. Сейчас помимо взрослой команды на стадионе тренируются юноши, а также проводятся турниры по другим видам спорта. Этап всероссийского ралли «Шелковый путь» пройдет по территории Дагестана. Об этом сообщили в Минспорта республики. Ежегодные соревнования пройдут с 6 по 16 июля. Гонщики начнут свой путь с 6 июля в Астрахани и финишируют в Москве. Всего мероприятие охватит 10 регионов России. Общая протяженность маршрута составит 4380 километров, из которых 2800 километров составят спецучастки. Это все на сегодня. Оставайтесь с ННТ, не переключайтесь. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok